Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Слова из легендарной песни как нельзя точно описывают работу сотрудников органов внутренних дел. Но ведь это не только мужчины, но, конечно, и девушки. Думаем, вы уже догадались, что сегодня речь пойдет как раз о представительнице прекрасного пола Ольге Мороз. Милитейская карьера для нее началась пять лет назад. Сперва в отделе гражданства и миграции, затем была уголовно-исполнительная инспекция. И вот, пройдя несколько подразделений, наша Герене аттестовалась и стала трудиться участковым инспектором по делам несовершеннолетних. Работать с несовершеннолетними мне очень нравится. Я получаю это какое-то моральное, скажем так, удовлетворение, когда ставишь детей на путь исправления, вкладываешь в них хоть какую-то частичку здравого смысла. Один из способов поставить трудного подростка на путь исправления – это, конечно, профилактические мероприятия. В том числе и разъяснительные беседы. Например, сегодня встреча в таком формате прошла в средней школе номер 9. Молодой сотрудник, но очень грамотный, компетентный. Ну и у нее очень хорошо получается работать с детьми. Не только проводить профилактику и первичную, и вторичную, но и контакт хороший налажен. Умело и грамотно она построит работу свою с родителями, выступает на родительских собраниях, на классных информационных часах. Ольга просто и понятно рассказала ребятам, какие наказания ждут их за распитие спиртных напитков, курение в общественных местах. Самое главное, что дети внимательно слушают девушку в форме и понимают всю важность таких мероприятий. Это полезно и нужно знать нам это все. Да, это нам нужно знать для саморазвития, чтобы мы не натворили глупостей. Эта информация очень полезная, потому что многие люди не знают о вреде алкоголя и пива. Но только профилактических бесед, конечно, недостаточно. Потому наша героиня постоянно ищет новые формы работы с молодежью. Организует спортивные соревнования, конкурсы, в общем, делает все, чтобы помочь ребятам раскрыть таланты и найти дело по душе, которое в будущем поможет совершать как можно меньше ошибок. Такой творческий подход в работе помогает добиться успеха по службе. И по итогам минувшего года она в числе победителей смотра конкурса профессионального мастерства среди молодых сотрудников Могилевщины. Конечно, я очень горда тому, что я служу в милиции. Потому что достигла таких целей, скажем так, такое звание лучшего молодого сотрудника по Могилевской области. Это было неожиданно, тревожно, скажем так, даже волнительно.